Сначала рассмотрим, как выполняются повороты. Если вы научитесь на скорости проходить повороты, то сэкономите время и быстрее закончите дистанцию. Вы сможете быстро пройти поворот, если удачно впишитесь с него, разогнавшись на прямом участке и используя полученную инерцию. Существует несколько видов поворотов. Они различаются по крутизне. Вытянутые и плавные. Более крутые, примерно под прямым углом. И близкие к развороту. Возможны их комбинации. Есть определенная техника прохождения поворота. Когда вы приближаетесь к повороту и принимаете центральное положение, ваш вес приходит в свою середину мотоцикла. Нагрузка на подвеску переднего и заднего колеса одинаковая. При вхождении в поворот и наклоняем мотоцикл внутрь, выставите ногу перед собой с этой стороны и держите ее переднего колеса. Выпрямив, но не до конца, следите за тем, чтобы колено не выходило дальше, чем расположен руль. Это правильная техника, которая поможет избежать травм коленного сустава. Существует два вида прохождений поворота. Первый, плавно вписаться в него, как будто мотоцикл раскручивают, привязав на веревке к центру поворота. Вписываясь поворотом, вы не меняете скорость и удерживаете ее постоянной по мере прохождения поворота. Другой способ пройти поворот по прямому углу, то есть повернуть быстро и резко. Для этого поворачивайте мотоцикл, меняйте направление движения и снова разгоняйтесь на следующем участке. Чтобы отработать первый способ, просмотрим практическую ситуацию. Мы проложили трассу в форме круга, где гонщик может не форсировать работу двигателя и удерживать машину на второй передаче. Задача двигаться по кругу, наклоняяя мотоцикл как можно сильнее, пытаясь добиться того, чтобы занос был минимальным. Эта техника разработана для плавного прохождения поворотов. Мотоцикл должен быть наклонен чуть сильнее, чем туловище. Большая часть веса тела приходится на наружную сторону. Нога упирается в педаль газа. Остальной вес тела приходится на сиденье, но не на руль. Оставайтесь в центральном положении большую часть времени и поворачивайте туловище, чтобы удерживать равновесие и контролировать ситуацию. Что особенно важно. Выполняй упражнение не пользуясь тормозами, поскольку вы учитесь контролировать мотоцикл. Наклоняйте его таким образом. Сохраняя скорость, вы должны чувствовать движение колес. Поворачивайте плечи. Не забывайте, что верхняя часть тела еще должна постоянно находиться в движении и иметь быструю реакцию. Старайтесь, чтобы вес вашего тела приходился на центр тяжести мотоцикла и общий центр тяжести был как можно ниже. Поворачивая тыловище, вы пытаетесь добиться того, чтобы нагрузка распределялась на передние и задние колеса. Держите ногу перед собой как можно ближе к мотоциклу, чтобы она слегка скользила по земле. Когда вы опускаете ногу вниз и касаетесь земли, немедленно отводите ее назад. Подобные тренировки очень полезны и доставляют массу удовольствия. Чаще меняйте направление. Подобные тренировки значительно улучшат вашу способность двигаться на высокой скорости. Вы будете увереннее контролировать ситуацию при прохождении плавных поворотов. Другая техника прохождения поворотов, о которой мы уже говорили, под прямым углом. Вот как отрабатывается данная техника. На расстоянии 35-40 метров друг от друга ставятся два препятствия, которые надо обогнуть. Причем резко. От поворота до поворота вы двигаетесь по прямой. С помощью этого упражнения вы также сможете лучше научиться управлять тормозами. Разгоняйтесь на прямых участках сильнее, определив для себя точку, где вы будете поворачивать. Мысленно построив препятствие, в которое нельзя врезаться. Привлижившись к этому месту, резко тормозите обоими колесами, сбрасывая скорость динамичной вами точки. Вы уже находитесь в положении, когда должны повернуть, чтобы не врезаться. Наклоняйте мотоцикл так, чтобы заднее колесо занесло. В этот момент вы продолжаете тормозить передним колесом. Когда заднее колесо прошло поворот наполовину, отпускайте сцепление и тормоз. Жмите на газ. Заднее колесо должно сразу же перейти от торможения к разгону. На такой трассе также постоянно меняйте направление движения. Когда вы будете проходить ее без ошибок, аккуратно и плавно, вы сможете преодолеть любой поворот на трассе без труда. Идеальная техника пророждения поворотов и также обгона. Вы можете с той помощью не дать обойти себя. Вы контролируете внутреннюю сторону, по которой, как правило, и совершается обгон. Если вы идете по внутренней стороне на колесо впереди соперника, значит вы его обоградите.